Действительно, а зачем платить комиссию риэлторам, если можно продать свою квартиру самостоятельно? Сейчас я не буду рассказывать о том, зачем нужны риэлтора, а покажу два сценария. Первый, при котором собственник самостоятельно покупает или продает квартиру, а второй сценарий, если это делает грамотный риэлтор. Итак, собственник решил продать свою квартиру, и ему нужно определиться с ценой, по которой он хочет ее продать. Для этого он идет на циан. Зайдя на циан, собственник посмотрит цены на квартиры, аналогичные его квартире в этом же районе, и сделает, соответственно, ценник примерно в этом же диапазоне. Либо выставится дороже, чем конкуренты, чтобы можно спокойно было торговаться. Подступив таким образом, собственник не учел два существенных нюанса. Первый нюанс заключается в том, что те цены конкурентов, которые мы видим на циане, это те цены, по которым собственники не могут продаться. Потому что как только объект продается, то объявление снимается с циана, и мы их не видим. Соответственно, это цены заведомо завышенные, и по которым продаться не могут. А второй нюанс заключается в том, что с 21 сентября 2022 года у нас падающий рынок недвижимости. Если бы рынок был растущим, то рынок бы дорос до той цены, которую выставил собственник, и он бы рано или поздно продал свой объект без проблем. Но в условиях падающего стагнирующего рынка цена никогда не приблизится к той завышенной цене. Она, наоборот, будет убегать. Соответственно, собственник рискует никогда не продать свой объект и годами стоять на рынке. Вы, наверное, зададите вопрос, а когда рынок снова станет растущим? Для этого давайте заглянем в аналитику. Аналитику мы будем смотреть на сайте iran.ru. Здесь, кстати говоря, слева есть цены на квартиры, и можно посмотреть за широкие периоды. Значит, вот жмете, попадаете на страницу. Здесь настраиваете период 10 лет взять, и обязательно валюта доллара. И, собственно, вот вы видите, как динамику цен на квартиры. Итак, прогноз рынка недвижимости по Москве до конца 2024 года и на 2025 год. Если вкратце, рынок будет стагнировать, потом цены могут поползти вниз. Итак, что касается рынка вторичного жилья, то до конца 2024 года цены будут топтаться на месте, то есть стагнация. Однако, учитывая траекторию ключевой ставки, я вам напомню, что эта статья написана 27 июля, когда Центробанк повысил ставку до 18%, а на момент записи видео у нас ключевая ставка уже 19%, которая была повышена 13 сентября. И были сигналы к дальнейшему увеличению ставки до 20% в октябре 2024 года. Соответственно, у нас прогноз к концу 2024 и в 2025 году цены поползут вниз. Конечно, если Центробанк изменит свою политику, судя по темпам, он ее менять не собирается, а только, наоборот, ужесточать. То есть сигнал о уменьшении ключевой ставки не было, был сигнал к дальнейшему увеличению ключевой ставки. Соответственно, в 2025 году на фоне длительного падения спроса и стабильного объема предложений может развиться тенденция к уменьшению цен на жилье, как на первичном, так и на вторичном рынке. Глубина снижения может составить до 10-15% в среднем, а отдельные квартиры могут подешеветь более существенно. То есть о чем это говорит? Что стоять длительное время на падающем, стагнирующем рынке, это значит терять и дальше в цене своей квартиры. Никогда ее не продать, а если и продать, то существенно дешевле. Ну вот на те же 10-15%. Ну вот делайте соответствующие выводы. Итак, чтобы продать квартиру на падающем, стагнирующем рынке по максимально выгодной цене, тут необходима определенная тактика и стратегия продажи. И сделать это в короткие сроки, от 4 до 6 недель. И для того, чтобы определить рыночную цену объекта, здесь существует два способа. Первый – это найти реальные цены сделок по аналогичным объектам в вашем доме или в вашем районе. Задача достаточно сложная. И второй способ, более продуктивный, так как рыночная цена навсегда определяется в моменте, это с помощью цена. Необходимо не стоять по одной и той же цене и ждать в море погоды, а необходимо ее планомерно снижать. Ну, например, 1% от цены каждые 3 дня. Еще это называют голландским аукционом. Наша задача – определить, при какой цене начинается шквал звонков. И в итоге у нас получается картинка. При такой цене звонков нет вообще. При цене чуть ниже начинаются какие-то маломальские звонки. И в какой-то момент плотину прорывает. Начинается шквал звонков. Мы не обязаны продавать по этой цене. Мы всего лишь поняли, какую цену нам предлагает рынок. Далее мы удаляем объявление и создаем новое. И ставим цену, при которой у нас умеренное количество звонков. И теперь задача стоит в том, чтобы поднять эту цену. А поднимается она следующим образом. Мы назначаем единый день показа. Собираем максимальное количество интересантов в этот день. Создаем ажиотаж вокруг нашего объекта. Интересанты оставляют предложение по цене. И мы делаем аукцион на повышение. Его еще называют английским аукционом. И в итоге интересанты начинают конкурировать между собой. И, как правило, поднимают цену до максимальной рыночной. А иногда и выше рыночной. Если все сделать грамотно. На словах в принципе все просто. А теперь давайте посмотрим, как это будет происходить на деле. Если собственник выставляется на ЦИАН сам. Ему в основном будут звонить риалтора. С целью предложить свои услуги. Таких звонков будет очень много. Собственник, как правило, очень быстро устает от этого. Но есть иллюзия того, что объект пользуется спросом. Сейчас вот-вот позвонит настоящий серьезный покупатель. Но покупатель не звонит. А собственник продолжает стоять на рынке. И чем дольше собственник стоит на рынке, тем меньше шансов продать объект. Почему? Потому что, когда очередной интересант заходит на объявление и видит, что просмотров объявления много, объект на рынке стоит давно, у него закрадывается вопрос. А почему его никто не покупает? Наверное, у этого объекта что-то не так. Или с документами что-то нечисто. Или какие-то скрытые недочеты. Если вы думаете, что можно удалить объявление и создать новое, то, как правило, серьезных интересантов этим не обмануть. Они уже видели неоднократно ваш объект и запомнили его. Поэтому, чтобы успешно продать объект, его нужно продавать быстро. И вот тут как раз-таки нужен грамотный риэлтор. У риэлтора есть те преимущества, которых нет у собственника. Во-первых, риэлтор, когда будет прощупывать рыночную цену объекта, он будет общаться и вытягивать информацию из интересантов. А какие объекты они уже смотрели? А почему они решили посмотреть этот объект? Так как необходимо вычислить, а какие же бюджеты у интересантов? Могут ли они дать вообще больше за этот объект, чем написано в объявлении? Собственнику интересанты никогда этого не скажут, а риэлтору скажут, потому что они надеются, что у риэлтора есть еще несколько аналогичных объектов, и он им их предложит. Поэтому они охотно расскажут, что они смотрели уже, почему они этот объект пришли смотреть. Грамотный риэлтор может определить по косвенным признакам, какой примерно бюджет у интересантов. Так как грамотный риэлтор, он знает все объекты конкурентов на районе. Соответственно, он знает диапазоны цен. Плюс грамотный риэлтор, общаясь с интересантами, собирает информацию о ценностях данного объекта. Почему именно этот объект, а не аналогичные? Что именно здесь вас привлекает, в отличие от объектов конкурентов? Это может быть все, что угодно. Какое-то более выгодное расположение, какой-то особый вид из окон, какой-то особый этаж. Вообще может быть очень много чего, и порой собственник может сам об этом и не догадываться, что у него есть какие-то дополнительные ценности, благодаря которым он может вытащить цену из объекта выше рыночной. Обратите внимание, важным нюансом на стадии прощупывания рыночной цены является то, что грамотный риэлтор, он не будет делать показов вообще. То есть здесь стратегия заключается в том, чтобы максимально быстро нащупать эту рыночную цену, а потом уже создавая новое объявление, собирать интересантов в единый день показа и делать это одним днем. Причем собственник должен отсутствовать на дне показа. Почему? Объясню дальше. Теперь переходим к тому моменту, когда уже нащупана рыночная цена, объект снова выставился через новое объявление на ЦАН, и теперь цель — собрать максимальное количество интересантов в единый день показа. Собственникам согласовывается, что в этот день он не будет на объекте, то есть согласовывается удобный для него день, когда он может там куда-то поехать. Почему необходимо, чтобы собственник отсутствовал на показе? То есть собственник не встречался напрямую с покупателем. Вообще собственник до внесения аванса или задатка не должен встречаться с покупателем. И это задача грамотного риэлтора. Потому что если собственник будет присутствовать во время показа, покупатели начнут напрямую, минуя риэлтора, пытаться торговать с собственника. А наша же задача — не проторговаться вниз, а наоборот поднять. Поэтому это существенный нюанс. И опять же, грамотный риэлтор будет делать свою работу на показе. Он будет узнавать у интересантов, а почему именно этот объект пришли смотреть, а какие объекты смотрели до этого. собирать информацию и просить оставить предложение по цене. Дело в том, что интересанты, как правило, которые пришли смотреть объект, они посмотрели какое-то количество объектов, но они еще не готовы принять окончательного решения. И после того, как они посмотрели этот объект, они будут еще неделю, две, три смотреть другие объекты. И только потом они будут принимать решение. Поэтому грамотный агент должен вычислить интересантов, которые находятся на этой стадии. Ну, это в случае, если не пришел горячий покупатель и не готов скупить объект сразу. Это, как правило, редко. И потом спустя неделю, две, три обзванивать всех интересантов, узнавать, готовы ли они наконец-то принять решение, потому что они уже насмотрелись объектов, и они будут готовы принять решение. И вести переговоры по цене. Тем самым выбивая ту самую максимальную рыночную стоимость и даже выше. Вот так это происходит. То есть это не так, что единым днем пришли, и сразу кто-то там на месте начали, давайте предлагать цены, начали ее поднимать. Нет. Это кропотливая, сложная, растянутая, вот на период 4-6 недель работа подготовительная. И потом самое важное, после вот этих дней показа, грамотный риэлтор общается с потенциальными интересантами, они доходят до стадии, когда они готовы принять решение, и тут он с ними торгуется и выбивает максимальную цену. Он говорит, что вот здесь предложение было такое-то, вы готовы сделать выше этого предложения? Ну и так по цепочке. Ну это такой самый простой пример, но механизм примерно вот такой вот. То есть представьте, да, что грамотный риэлтор, он не выставил просто объявление на циане, сидит, ждет у морепогоды, примерно как собственник. Это сложная, кропотливая работа. Это множество переговоров с интересантами, это выявление ихних целей, потребностей, бюджетов. Это умелые переговоры по повышению цены. А теперь представим, что у собственника, который продает свой объект, еще нужно и купить что-то взамен, то есть альтернативу. Соответственно, пока он не подыщет альтернативу нужную, он не продаст свой объект. А чтобы найти какую-то альтернативу, ну и в целом выйти на сделку по ее покупке, это процесс гораздо более сложный, чем продать свой объект. Это нужно вот как раз, как тот интересант, обойти кучу объектов своими ножками, только тогда договорившись, да, выходить на сделку. Грамотный риэлтор избавит собственника, которому нужна альтернатива от лишних похождений. Это, так называемый, подбор объекта, достаточно сложная и кропотливая работа. Необходимо, прежде чем отобрать объекты для просмотра, обзвонить до сотни объектов. Целью актуализировать, а что же там за ситуация, и стоит ли туда вообще везти клиент, показывать ему этот объект, тратить на это время. И тут существенный нюанс. Грамотный риэлтор, он сначала займется тем, что подберет альтернативу для своего клиента, а только потом займется продажей его объекта. Еще грамотный риэлтор, перед тем, как начать продавать объект собственника, сделает его красивую упаковку, по правилам так называемого хомстейджинг. И еще сделает локальную рекламу. Зачастую самые горячие клиенты – это соседи. И часто бывает так, что как только сосед видит, что этим объектом занялся профессиональный риэлтор, он боится, что вот-вот упустит хороший объект, и может прибежать буквально на следующие сутки и начать обсуждать покупку. Вот так вот. Также не забывайте, что риэлтор, как правило, работает в агентстве недвижимости. И там есть серьезное юридическое сопровождение сделок, что, собственно, тоже входит в комиссию риэлтора. Вам так или иначе придется тратиться на юриста, ну, если, конечно, вы сам не юрист. Итак, давайте подведем итоги. Если собственник пытается самостоятельно продать свою квартиру, то, как правило, он либо очень долго стоит на рынке, либо его очень сильно торгуют вниз и зачастую гораздо ниже рыночной цены. Кстати говоря, если собственник действует по схеме, что я выставляю сам объявление, и мое объявление также выставляет еще несколько агентств, и кто быстрее принесет мне клиента, тот и получит комиссию. Но тут я хочу вас разочаровать. Как правило, такие агентства, они не заинтересованы в том, чтобы вытащить из вашего объекта максимальную рыночную цену. Они наоборот, пытаясь конкурировать между собой, стремятся как можно быстрее привести клиента, и, как правило, такие клиенты, которые торгуют вас вниз. То есть эти агентства, они вас, по сути, будут опускать вниз по цене. То есть им невыгодно встать на вашу сторону и отстаивать ваши интересы. А грамотный риэлтор, он в первую очередь отстаивает ваши интересы. Он адвокат вашей цены. А если вам нужно еще подобрать альтернативу, то риэлтор идет и торгует этих собственников вниз в вашу пользу. Ну и колоссальная экономия времени собственника, потому что всю рутину на себя берет агент. По сути, собственник встречается с покупателем только тогда, когда тот вносит аванс или задаток. А теперь я вам расскажу еще об одном существенном нюансе, моем любимом. Профессиональный риэлтор работает не по договору услуг, а по договору поручения. То есть собственник поручает агенту найти покупателя на его объект. И, соответственно, свои деньги, свои комиссионные агент увидит только тогда, когда осуществится сделка. То есть он не получит денег, если в итоге собственник не выйдет на сделку. Это существенный момент. Соответственно, отсюда вытекает следующий вывод, что грамотный агент, он еще сто раз подумает, а стоит ли работать с этим собственником, если он поймет, что собственник вышел на рынок не с целью продать свой объект, а с целью посмотреть, а дадут ли ему цену такую, какую он хочет за его объект. Если не дадут, то он и не собирается продавать. То есть получится то, что риэлтор попусту потратит свое время. А именно свое время продает грамотный агент. На этом, собственно, все. Меня зовут Константин. Я агент по недвижимости из Москвы. Если вам требуется помощь профессионального риэлтора, то обращайтесь. Спасибо. До новых встреч. Субтитры подогнали Симон.